Поехали в Германию, племянница Игнать Тихоновича Надежды прогуливается с питомцем. Это лучше конечно будет. Это у вас сад такой здесь большой, да? Нет, это не наш. Это яблочки уже, да? Или что здесь? Или вишня? Черешня? А это охранник, наверное. Такой добрый охранник. Заигрывает. Это охранник, без него мы никуда. Пойдемте. Нет. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Здравствуйте. Аминь сегодня Играша. Создал мой Господи, помилуй меня почитайся и кричил Господи, прости меня, Играша помил. Свет-то хоть включите. О! Здорово! 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 Вот он орган. Кто хочет? Походите. Так, вот поддержите среди русских. Среди русских. Здорово душа. Походите. Проводите. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Здорово. Здорово. Хозяйство у нас. Вы насколько так быстро? Я буду сейчас приготовлю покушать. Покушайте же. Ну все. Давайте знакомиться. Здорово, дед. Добрый божаловать. Да? Да. Здорово. Здорово. Это вам хватит столько. Это лучший журнал. Русский дом. А вот в этой, это не разные номера. Это по благословению патриарха. и вот здесь я открою. Видишь? Вижу. Вот посчитайте эту статью. Башковый перевод. Спаси Христос. Привет, спасибо. Знакомая фотография. Ну показывай у вас еще где-то. Ромы. Где тут? Рафаил. Гражданин Германии, да? Рафаил. Гражданин Германии. Гражданин Германии, кажется. Ну, можно трогать-то, нет? Можно, можно трогать. Ну-ка, пальцы мои засыпи. Ну-ка. Маленький, плохо цепляется. Ну-ка. Узнаешь? Нет? Да благословит его Господь. Спать-то дает, нет? Дает пока, да. Комашевали можно поучиться. Она не вставала лишний раз. Мама рассказывала. Да, мама, не сытая, работая, одетая в сухое щелобище. Значит, долго мы не будем поприветствовать вас, побыть, позавтракать и мы к Валентине. У нас впереди еще много дел. Валентина вчера звонила, предупреждала. Вы позвонили, и она только сразу позвонила после вас. Еще она. Сказала, что дозвониться вы не могли сначала. Да, и мы звонили. Звонила Жанна, мама ее. Побыли там, вот видишь, как... Жанна совсем не знакома, и такая была встреча хорошая. И она нас священник пригласила. Француза. Ага. Ну ладно. Ну не на работе следуешь, Роман? Он с ночи пришел, поэтому отдыхался. У него как? А это Роман или Родина? Роман, Роман. А соседи ничего? Нам хорошая слава. Это им, и мы слышим это. Для них это не режут? Нет, нет, нормально. Они здесь по-другому произносят. Вот Роман говорят, но суть одна. А тут где его родители и так? Родители у него-то они поживут отсюда. Или я там где-то, где-то? Это? По инакции. По инакции. Они здесь бывают? Иногда бывают. Вот если вы 50 лет назад встретились, мы с ним поговорили. Я в немецком собрании, на немецком языке говорил проповеди. Я очень любил немецкий язык. Немецкий язык у меня больше всего нравился. Английский, там французский занимался, а английский у меня просто как родной был. Денький язык у меня. Значит, вот объясните. Может, пройдем туда, просить, а то даже холодно. Советский язык, иди сюда, переводчик. У нас в деревне жили немцы. У меня был друг Артур Эврих. Он сейчас еще приезжал, мы друзья в одном классе учились. Учитель в школе немецкого языка был Зейдлиц. Густав Густавович. Половина пятого класса была, и он умер. И у большого языка не было. Потом мне тройку поставили в аттеста зрелости, а ничего нет. Я уже занялся немецким языком. И тут советские войска были. Я советский офицер женился на немке. Зовет офицер. И она приехала туда. Работала как продавец. Что-то потеряла и ее посадили. А я работал в заключенном, в Трарабе. И у нее брал эти уроки. Не просто уроки, а она немка из Германии. И потом Гох Deutsch. У меня как-то все так сложилось вместе. И я каждый день здесь встречался. За шесть месяцев я вышел на разговорный язык. За шесть месяцев я уже читал газеты, книги. И тут у меня была знакомая Рутвехта. И она мне выслала «Тихий дом», поднятая Целина Шолохова на немецком языке. И мне легко было сравнивать тексты. И мне надо было словать было здесь. «Тихий дом» «Тихий дом» «Тихий дом» «А в Дочке?» «А в Руси еще?» «А в Руси еще?» «Ну а теперь что? «Евангелие, Новый Завет, Новый Тестамент» «Сосравнивали» «Все. В землях не все». «Если бы встретились мы тогда, 50 лет назад». «Когда вы поговорили хорошо?» «Да». 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 «Ну а теперь лично. Как ваши дела на поприще спасения души?» «Переводите ее». «Он не смущает мне вопросы?» «Да». «Он может задавать мне вопросы». «Ты можешь fragen, ob это для тебя есть?» «Он да, конечно». «Он да». «Я бы не верю, если мы крепко верим, то у нас главное это Библия, Святая Библия. «Видя» 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 «Кatenya». «Вот если сейчас случится какая-то заготовушка где-то, его призовут. «Воевая пойдет на Россию», как раньше было. «Доложник» «А если каких-то вопросов происходит, восемь лет, то жена на Руслан?» «Да, конечно». «Доложник» «Я не «Видя» 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 так что нас разделяет неверие максимой подговоры не вере войну были немцы которые не пошли воевать бибель форшера они не пошли гитлеры всех посадил они сидели здесь но они пошли воевать и они остались некоторые живые а которые пришли погибли тоже поэтому воевать друг против друге гиган это сатана яблс сатана богу это не надо мы дети одного отца альфатор а ему как приятнее называли его когда буду звать огонь или роман что мне это все равно хорошо что ищет там как ваша поездка говорит прошла до сих пор были разные первое было то что мы как бы все это выбрали шенгенскую зону нам открыли ваше приглашение попутал вставку сколько заплатили за этот год запрошенный скажите посмотрите посмотрите это мне очень важно у нас есть имеется деньги российская она едет оттуда все и я погашу все ничего не надо мы хотели тоже поучаствовать в нашем деле как это мы чтобы никогда не было так что в тяжество нет 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 мы хотели поучаствовать тоже поэтому слава христу мы едем то несправдно целью с какой и вот дальше мы приглашение замкли забрали паспорта 3 недели даже вернуть они их 5 недель продолжают у нас пропадает шенгенская зона спятого у нас уже неделя идет счет на шенгенскую так же на месяц только а мы не можем выехать в Москве только заправлено в Москве и мы приехали перехватили там кое-каке как вернули паспорта мы уже не просили английскую визу верните только паспорта мы повернули тогда мы сказали украина закрыта через украину войти никак нельзя две гражданские стороны и мы посоветовали здесь ходим чуть через Турцию и мы да через Грузию подъехали а там закрыто там обвал и все перекрыто и мы приехали в пустом улице закрыты ворота обвал гора сломилась нам на дорогу и закрытая зона КП не проехали тогда нам пришлось возвращаться Владикавказ коротко скажи Чечня Азербайджан Турция 1700 километров теперь мы уже лишних в Турции в Азербайджане еще задерживают в Турции по 12 часов нас теребят на таможне и мы не можем выехать дальше кое-как мы оттуда вырвались а уже здесь дальше пошло Греция Афина тут уже тогда вышли мы Италия ну и дальше мы пошли были у Листово и в Португалию но у нас машина 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 ломается машина ломается и на маршрут пришлось изменить в Швейцарии мы не заехали оставили еще вчера мы утром думали на Бельгию сначала пойти в Бельгия там государство захватить потом повернули в Германию но проследили нет мы можем просчитать и решили тогда завернуть на Жанну и тогда на вас то опять оставили мы сокращаем программу вот теперь в Валентине вот и оттуда идем и Дания Копенгаген и оттуда дальше идем Швеция Норвегия Финляндия там нас ждут 28 мы должны быть в Стокгольбе 28 уже для нас забрали куплен билет в Стокгольбе оттуда на Турку и на Ферстеньке нас уже встречает и дальше мы у них там как же этот билет вы обратно не на машине поедете или как на машине все так же на машине сейчас на машине и оттуда тогда уже переходим в Прибалтии по Стокгольбе что билет вы сказали на паром на паром уже они из Стокгольбе нам заказали уже все вчера зашли в интернет и вечером мы должны уже быть на пароме в Эстонию а потом в Латвию а в Латвию я духовно обратился моя духовная родина дай-ка знать ему это моя новая жизнь началась 27 сентября 62 года я работал на корабле сошел на берег и зашел попал к верующим и там мне дали в руки и ваниле и в это время я учился на штурман английскому высшему училищу капитан аншифа но так как я уверовал меня уже в машине на себе пробовать это нельзя и мне пришлось все оставить и началась новая жизнь заставляем он уже знаете что ему рассказывал но поэтому машина для меня она очень привлекательна мне нужно пройти тем местом где я обратился а родственники его не еще не имеют что-то приехал но они тебя приняли приняли но здесь по-другому не так как у нас принимают поясняйте это сразу если я понял как сейчас то библию то считаете у нас двухязычная библия на русском читала на немецком ты считаешь это быстрее будешь все знать это очень удобно у червишевского написано что делать когда евангелие сравнивали это не надо вставать вместе он очень быстро это проясняет а у них престольный праздник и мы попали корабля на бал и мне представили там слово сказать даже и тут же русский понимает что ли как это этот не понимает упал он довез до русского храма а там русская диаспора а там оказалось отец геннадий фас был прошлый позапрошлом году я обо мне столько рассказывал для этого двери все раскрыл дети с геннадий был там гладко выстила на все и они тем более имеют книгу для слова божия нет уже ну то есть все было открыто поэтому где-то около четырех экземпляров для слова божия не туз это четыре книги это 100 евро я как раз на 4 раздарили для мазрида для сабона полный комплект а полный комплект это 750 евро считай только вчера мы пять комплектов оставили по 750 умножаем мы везем большие большие дары и люди вот нынче зимой было сколько новых людей пришло через интернет при том сектантские руководители запросили книги это почта я отправляю так я же и говорил ему об этом ты погибешь но погиб левонов николай а я с ним разговаривал как раз я говорил не надо воевать тароне переводе роману все переводить ну конечно доход семинари окончил они в продолжали дальше образование и мы три ролика там стоит это один обработали вы этого сергея это не знаете как козлов головой и когда его через 15 минут вытащили из-под воды положили мертвые а там были молодые на берегу как так вот попробовать искусственное дыхание ты стали переворачивать а позвонки то все там острые ему перерезала когда делали искусственное дыхание он ожил но позвонок перерезал все эти у него ну стоп нервов и он уже 12 лет лежит у него только шевелится плечевой сустав и он вот так вот пишет иконы иконописис в интернете на первом месте очень прозрительный и мама вот так за ним ухаживает а у вас показали в интернете как можно заезжать это все рассказывают а то есть я хотел спросить тебя я марку писал приготовить там на 5 областей нынче не ответы не получил не передали еще не надо уже здесь не не сумеет получить да у них нет интернета они живут на отшибе мы туда 3800 килограмм книг за послами калужской области куда москву обязательно поедем нет москву поедем только когда все москву по им когда все будет закончено все нет не надо потому что когда мы вернемся из прибалтики у нас еще 120 городов и районных центров впереди у нас очень плотная программа и тогда мы берем несколько экземпляров которые ждут приехали там священники да ну а как я получу ты сейчас не вернемся в москву это далеко от москвы витебск это калуга 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 там смоленску мы никак не вернемся в москве мы будем только после полного окончания когда соберемся домой видимо так я ему писал написал татьяне кого только мог чтобы и от него ни ответа не приметы он заходит очень редко а тот то вот он сготовил те карты у меня еще остались ладно так то еще не болеешь у меня какое-то очень большое желание весной но то где-то 31 марта наверно к спорте прилетают на неделю раньше выехать пройтись по полям где я маленький был с отцом пас проститься совсем какое-то такое сильное желание по всем тем бочежинкам как снег тает прилетает ну вот это можно этому можно когда там будете проехать у нас решила машина то такая и главное с нас почему много дорогой берут а мы идем как грузовая как грузовая машина как автобусе большой автобусе как говорится бы небольшой ну вот видишь деньги разменяли быстро спаси христос до самого я опоздал и на 50 лет с романом то тут я наговорился тогда я еще новосибирске был немецком собрании с проповедями на немецком языке выступал а сейчас собираешь перепуталась все мы тут долго не будем не больше не часы еще и валентине надо успеть и там мы начнем уже по интернету работать так кто бы меня вывел то здесь начало где где-то в интернете-то на сайте я ничего не могу найти вот от проца кирилла нашла и все больше нет на сайте ничего хорошо ты на наш видеоканал заходишь youtube формата не то ю на ю тубе канал называется канал открытым оком запиши во свете библии игнати лапкин канал открытым оком это как все книги называется канал именно канал там 1700 с лишним роликов сергей выставляет и там один доброходный такой нашелся незнакомый нам человек совсем екатеринбурге евгений и он 200 километров приехал чтобы встретиться мы ехали ульянов встретил то по челябинском по челябинскому и он материалы ему отсылает он специалист купил материалы какие-то нам еще долларов дал незнакомый совершенно заботиться чтобы наша поездка сразу публиковалась ну сами на ничего не можем оставлять где остановились там нету выхода в интернет вообще у них нет ничего ну главное что разгрузили материал подготовили незнакомый человек совершенно в калининграде в прошлом году никогда его не видал в друзьях не было вдруг вам деньги нужны кто такой звать димитрий болкин я говорю деньги нужно на издание книги я закончил я не издаю книгу ну на что-то же нужно его на поездку но я пришлю у нас не хватало 150 тысяч и кажется на следующий день он прислал уже 100 или 150 не помню до этого прямо и ничего 1000 километров проехал с калининграда калининград приехал к другу своем эту калугу и устроили как принимать это большой морской контейнер там метров 12-15 свет провели все замки навесили крыши крыши сделали и мы и они получили наш груз разгрузили представь за тысячи километров я опять уехал взял отпуск и незнакомые люди совершенно вот как богу доверенность есть еще у нас люди у нас тут по сайту один час беженцев ну приграничная зона уже забитая вывозит в москву а тут обращается ко всем вчера вот позвонил что привез людей а холод у нас 6 градусов ночью отопление но не отапливается помещение тут спальники одеяло откуда они откуда с украины просто москвич взял и на своей машине вывозит с детьми людей сюда ты им говори скажи открыто потеряем как потеряете вот где скажи вы будете на земле работать у них нет ни денег ничего без денег пока так ну что если все прощайся не нужно сейчас зайти будет потому что может быть так кого можешь а повезти чтобы молились у нас машины не ладно она ну там то аккумулятор сел то что то с этим генератором если бы раньше позвонили со франции они там недалеко от границы с францией я бы с сашей связалась чтобы к нему бы заехать может он что-то еще помнит про российские машины ну теперь что у нас на эвакуатор взяли потащили на немного протащили да затащили где 242 два кажется или 224 евро сглодина у него своя мастерская он ну такой человек тут такой ремонт у нас мастер все равно верующий а кто мы это это мута мута а где кошки щи котяты котяты интересные дымщатого ладно кого знаешь оповести всех ребятишек своих что мы молились все у нас непростая обстановка с машиной все остальное бог милует как надо было как я теперь не получить то невозможно никак теперь только пусть помолится я ждал я написал ему за месяц раньше за месяц не ответа ничего не было не самая я не остановимся только если вот сегодня он сделал и на валентину с артисон подождите на нас еще возьмите данные нашего скайпе на валентину позвони сейчас сейчас на нюша запишет подожди минутку сейчас я ему позвоню давай ну все это дать подожди не отключайся недорого платить но занимайся своим делом и так я занимаюсь у меня по интернету надо заниматься за стол сейчас покушают что-то